Жительница Коголыма, несмотря на осторожность, все же стала жертвой мошенника. Все началось с того, что югорчанка выставила в интернете объявление о продаже детского питания. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что хочет приобрести смеси. Однако наличными заплатить не может. Попросил номер банковской карты, чтобы сделать перевод. Дальше началась обычная история. На телефон продавца поступил код, который злоумышленник попросил продиктовать. Потерпевшая отказалась это сделать, поскольку слышала о похожих случаях обмана. Мошенник не отступил и уговорил собеседницу озвучить цифры, приходящие в сообщениях. Спустя месяц потерпевшие позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту больше 200 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Он попросил номер карты. Я специально выбрала свою карту, на которой нет денег. На всякий случай, если вдруг это мошенники. Он попросил продиктовать код, который придет мне с сообщением на телефон. И объяснил это тем, что он прикрепит свой счет на мой номер телефона, чтобы деньги пришли быстро. Я продиктовала, хотя вначале я отказывалась продиктовать, но потом, подумав, что у меня денег нет и он все равно ничего не сможет сделать, я продиктовала и ждала, придут ли деньги.